Здравствуйте! На портал Экзегет поступил вопрос, очень коротко сформулированный, как влиять на людей. В современном мире это очень распространенная тема, проводятся всевозможные тренинги, обучающие семинары, как подчинить людей своей власти, как заставить их слушать вас, как заставить их поступать таким образом, чтобы это было в ваших интересах. Надо честно сказать, что подобного рода влияние на людей называется нехорошим словом манипуляция и всячески не приветствуется, если не сказать осуждается церковью. То есть, когда мы пытаемся обращаться с людьми таким образом, чтобы они поступали не как люди, делающие свободный выбор в их собственных интересах, а чтобы они поступали под нашим влиянием в наших интересах, это является с христианской точки зрения грехом. И не только церковь и священное писание не может нас этому научить, но оно может лишь предупредить нас о том, что делать это ни в коем случае не допускается. По сути дела, это действие будет аналогом воровства, когда мы залезаем в дом или в карман другого человека и берем то, что нам не принадлежит. Поэтому крайне важно понимать в общении с людьми, что основой такого общения является уважение к другим людям, признание их, как бы сказали философы субъектности, их право самим выбирать, что им и как им в жизни поступать. Ну, возможно, исключением являются маленькие дети, но и то, я думаю, правильные родители должны поступать и заставлять детей действовать определенным образом в первую очередь в их собственных детских интересах, а не в интересах родителей. Это одна из самых распространенных ошибок, которые совершают родители, когда они заставляют детей каким-то образом поступать в интересах родителей, а не в интересах детей. Ну, или если это ваши прямые подчиненные, тогда у вас есть административный рычаг, вы можете лишить их зарплаты или еще каким-то образом на них воздействовать, заставив их поступать так, как положено по штатному расписанию. Но вопрос, видимо, не об этом, а вопрос о том, как в обыденной жизни влиять на людей. И надо сказать, как я уже еще раз хочу повторить, что это такого рода влияние в собственных интересах считается церковью грехом. Однако мы видим, что есть люди, в том числе люди, безусловно, живущие духовной жизнью, возможно, люди святые, которые оказывали колоссальное влияние на других людей, и это влияние было благотворным, это влияние было нужным, и это влияние соответствует интересам тех самых людей, на кого влияли. И вот здесь можно еще кое-что сказать. Ну, такой ярчайший пример можно взять из Евангелия, когда Христос пришел в Капернаум, об этом говорит нам Евангелие от Марка в самой первой главе, в 21 стихе, и приходит в Капернаум, «И вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники». То есть мы видим, что Иисус влиял на людей как власть имеющие, то есть люди действительно готовы были за ним идти, люди готовы были его слушать, люди готовы были как апостолы и многие-многие другие, как жены мироносцы, оставить все и ходить за ним, чтобы только быть рядом с ними, чтобы только быть рядом с ним, быть рядом с Господом. И вот здесь, мне кажется, кроется важный ответ на то, как нам влиять на других людей в их интересах. Если мы своей жизнью приближаемся к Богу, причем происходит это в реальности, а не просто в нашей голове, то есть мы не находимся в прелести и не возмечтали о себе, что мы приблизились к Богу. Вот если мы реально оказываемся ближе к Богу, и Бог оказывается ближе к нам, то мы оказываемся для людей, которые даже случайно соприкасаются с нами, теми людьми, рядом с которыми хочется находиться, которых хочется слушать и которых хочется слушаться. Я сам неоднократно в своей жизни переживал это, общаясь с духовными людьми, когда ты пришел вроде бы к человеку, а понимаешь, что рядом с этим человеком находится Бог, что на этом человеке почивает Дух Святой. Если он и не прямо уже достойен того, чтобы быть внесенным в свяцы, и с него уже можно было бы писать икону, то по крайней мере в какой-то нынешний, может быть, отрезок своей жизни он действительно находится рядом с Богом. И ты готов оказываешься слушать этого человека, как я уже сказал, слушаться. Ты попадаешь под его влияние. На светском языке можно это еще и так сформулировать. Мы готовы слушать и слушаться тех людей, которые есть, а не кажутся. Знаете, есть такое противопоставление быть или казаться. Вот если вы умеете в этой жизни быть, а не казаться, то, безусловно, вы сможете влиять на людей. Но быть и состояться как личности можно только, во-первых, то, о чем я говорил в самом начале, признав личностную самостоятельность, бытийность других людей, то есть уважая их, не пытаясь на них влиять. И, во-вторых, действительно для этого надо быть ближе к Богу и самому в результате этого что-то из себя представлять. Если вы что-то из себя представляете, если вы близки к Богу, и если вы не пытаетесь влиять на других людей, тогда, безусловно, вы сможете на них влиять. То есть, а если вы будете пытаться на них влиять, Люди в страхе, и при этом ещё и ничего из себя представлять не будете, и ещё будете далеко от Бога отстоять, люди только в страхе будут от вас разбегаться, чувствуя, что какой-то странный человек пытается мной манипулировать, пытается на меня повлиять. Это опасно. И вы сами, сам человек, который этот вопрос задал, я думаю, если он столкнётся с подобным человеком, когда он почувствует, что на него пытаются влиять, да это какой-то не человек, а пустышка, да и непонятно, в каких он отношениях находится с Богом. То есть не надо пытаться влиять, а надо быть. И тогда вы будете влиять.